привет друзья сегодня хочу вам показать как я создавала очень крутую классную коллекцию блокнотов junk book of на морскую тематику кто следил за мной в телеграме либо в контакте видели что мы в последнюю неделю марта проводили очень классный проект где мы вместе с яной из анапы делали блокноты так вот вот это видео будет именно об этих блокнотах я покажу вам как я создавала свою коллекцию блокнотов вы меня знаете я очень люблю блокноты я люблю создавать именно коллекциями блокноты поэтому сегодня я буду сразу делать несколько блоков блокнотов на самом деле когда наверное я снимала еще это видео я не думала что у меня будет три блокнота но по итогу их получится 3 здесь же я просто сейчас собираю тетрадки кстати в нашем сообществе в телеграме был вопрос сколько тетрадок вы используете для junk book of на самом деле в этот раз я сделала для junk book of его 4 тетрадки и в каждую тетрадку я помещала около 10 страничек но на самом деле именно целых страничек там было 34 все остальное это были маленькие какие-то кусочки бумаги где-то нотные страницы где-то страницы из книжек очень классные странички из учебника биологии мне попались но почему я не делаю их очень много потому что после моего блокнота travel book а который я в прошлом году заполняла когда мы ездили как раз таких я не в гости в анапу я поняла потому что больше 10 страничек в данные из тетрадки больше не помещаются именно из-за того что когда вы их потом заполняете они у вас просто разрастаются распухаются и у вас блокнот потом просто не может уместиться вашу обложку именно поэтому я делаю такие минималистичные странички на первый взгляд может показаться что блокнотики очень-очень тонкие но поверьте мне если вы заполните этот блокнот он у вас просто разбухнет на не до невероятных размеров и уже тогда вы поймете что вам на какое-то отдельное путешествие либо на месяц вам точно хватит вот вот такого количества страниц в этот раз я решила свои тетрадки прошить сразу и прошить и вот именно двумя стежками чтобы для того чтобы потом мне было их легче пришивать к блокноту либо пришивать на своей машинке я делала это так сделала три дырочки и зашла в одну из дырочек с изнаночной стороны потом прошлась один одним стежком дальше вышла в другой стежок и тем самым это все завершила в середине где я уже зашла и связала просто эти ниточки на узелок потом когда я буду прошивать эти странички эти стежки я просто отрежу они мне будут не нужны мне в этот раз захотелось сделать именно так ну а на самом деле просто раньше я сразу же вшивала эти странички в переплет и потом уже декорировал но на этот раз так как у нас было сп так как мы показывали свои странички потом нашим участникам заранее именно поэтому я сначала сделала тетрадки знаете как будто бы я придерживалась этапов именно поэтому я сначала декорировал а странички ну и собственно когда у нас все странички с вами собраны нам нужно будет их задекорировать сейчас вы можете видеть именно мой стандартный рабочий процесс потому что именно всегда я начинаю а сначала сбрызгав страничек потому что я позже понимаю что дальше когда у меня будет красивый декор дальше он просто замарается именно поэтому всю грозную работу сделайте сразу сделать какие-то брызги можно это все сушить феном можно делать и брызгать это все сразу ну а чуть дальше вы увидите как я вообще пролью небольшое количество спрея на страничке но знаете никогда не нужно переживать по этому поводу потому что дальше я просто это пятно за декорирую и будет вообще смотреться очень шикарно собственно и сейчас мы создаем джанк буки именно поэтому здесь вот все такое небрежное как раз таки будет только нам на руку ну а теперь я предлагаю задекорировать наши развороты в этот раз я решила задекорировать интересным образом парочку разворотов здесь вот в одной из тетрадок у меня на первой страничке красивый черный картон и здесь на его месте мне захотелось сделать очень красивый имбосинг такого классного бирюзового цвета что-то напоминает морскую такую волну в пасмурный день на самом деле здесь будет очень классно смотреться и прозрачная пудра и белая пудра потому что здесь у нас черный фон и это будет выглядеть очень очень выигрышно я решила задекорировать полностью всю вот эту тетрадку ну и собственно позе на вот этом декорированном кусочки мы будем вместе с вами создавать композицию если вы сейчас задаетесь вопросом как же сделать имбосинг горячий для этого нам нужна штемельная подушечка для имбосинга там прозрачные челнила но они что-то типа клея вы в нее макаете свои штампики делайте оттиск на то место куда вы хотите сделать амбосинг вам этот оттиска видно не будет но если вы насыпите на него свою пудру вся пудра останется именно на вот этом отпечатке вот ну и собственно дальше вам просто нужно будет посушить все это феном нет не советую сушить вам всего это человеческим феном потому что именно по такому принципу я один свой фен уже сожгла поэтому второй свой фен в жизни я берегу и для этих целей я купила вот такой обычный фен для имбосинга с алиэкспресса покупала я его очень очень давно ссылку я вам дать на него не могу но мне кажется по поиску вы можете найти такие фены абсолютно за смешные деньги хотя сейчас наверное не знаю будут ли они смешными но и собственно все на другой оборотной стороне я сделала небольшие оттиски классных мазков кистью и здесь я буду создавать композицию здесь у меня расположится очень многослойная композиция здесь я буду использовать и кальку и скраб бумагу и крафт бумагу и небольшие обрезки бумаги негативов от вырубок даже у меня здесь будет очень классная морская настоящая сеть рыболовная который именно мы с яной нашли на берегу моря некоторые кусочки конечно я нам не отдала сама но он именно она ищет их на морскую на морских берегах сама вручную это очень невероятно круто и очень очень атмосферно здесь у меня конечно же разместиться очень много интересного декора поэтому наслаждайтесь просмотром еще в своих тетрадках я предусмотрела очень много кармашков потому что если это будет travel book если вы будете записывать здесь очень много своих воспоминаний и клеить свои карточки какие-то меморабилии то здесь точно вам они пригодятся именно поэтому я здесь делала очень интересный кармашек у меня был такой отрезок скраб бумаги с рваным краем этого я не постеснялась и я решила его использовать именно в качестве кармашка по краям я обклеиваю этот кармашек эту скраб бумагу и приклеиваю на картон и дальше я здесь просто это все декорирую в кармашек все спокойно будет влезать входить и будет очень интересный кармашек используйте и берите себе на заметку а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Практически на всех тетрадках первую страничку я оформила именно разворотами. Я сделала их декоративными и в принципе с ними ничего нельзя будет сделать, они будут служить именно такую декоративную часть. Ну а оборотную часть этой тетрадки я также немножечко декорировала и потом уже внутри оформляла все тетрадки очень-очень красивыми разворотами. Вот что примерно у меня получилось. Дальше нам нужно будет собрать это все на переплет. Сейчас я вам здесь показываю, как родится еще один маленький блокнотик. Его я решила сделать из маленьких тетрадок по три листочка. Набрала просто кучу всех листочков, которые у меня были. И сейчас попробую их сложить именно в еще один маленький блокнотик. На самом деле здесь я вам показываю размеры своего корешка, но на самом деле у вас должны будут быть свои размеры, свои корешки. Ну а здесь просто корешок будет по размеру ваших страничек и ширина этих блокнотов будет шириной ваших вот этих листочков. Для остальных тетрадок я также взяла небольшие корешки, но почему-то я взяла очень маленькие хлястики, за которые мы будем приклеивать данные переплеты в блокнот. Берите их чуть побольше. Для больших тетрадок у меня переплет будет размера 4 сантиметра. Эти корешки я решила оформить тканью. Какой-то тоненькой ткани я не нашла. Все-таки у нас джанг-блокнот и здесь я решила использовать старые джинсы. У меня очень много этого добра. Берите какие-нибудь тоненькие джинсы, но у меня вот такие интересного цвета, поэтому я решила, что вот такого вот формата будут у меня блокнотики. Именно джанг-блокноты. Джинсу я приклеиваю по периметру, а с боков лишнее я все это буду отрезать, потому что именно за вот эти хлястики мы будем крепить наш переплет в блокнот. Ну и позже, вот по 4 сантиметрам нашего корешочка мы будем пришивать наши тетрадки. Я буду размещать данные тетрадки на расстоянии сантиметра. Дальше обложка. Почему-то именно сегодня я решила сделать и корешок отдельно от обложки. Не знаю, что со мной случилось, но в этот раз мне хотелось и попробовать еще и вот такую составную обложку. На самом деле можно было и сделать цельную обложку, но мне хотелось именно видеть какой-то необычный корешок, поэтому у каждой обложки у меня будет свой корешок. Здесь вы не смотрите на то, что у меня маленькие кусочки ткани. На самом деле это были тоже обрезки, поэтому в джанг-блокнот прям идет все то, что у нас есть такого мусорного. Ну и собственно позже мы эти корешки также будем вклеивать в обложку, ну и потом я это все буду естественно прошивать, поэтому все это будет классно и здорово держаться. Здесь вы уже можете видеть, что у меня складываются уже три блокнота. Если я изначально начинала только один блокнот, потом как-то получился второй и родился третий, поэтому у нас просто-просто все невероятно классно складывается. На маленький, кстати, блокнотик я буду использовать на корешок очень классный отрез с вышитой картиной. У меня была небольшая вышивка, никуда ее не удавалось пристроить, на стену как-то вешать ее не хочется, но мне показалось, что именно в блокнот, именно в корешок классно будет подходить вот эта вот тема морская. Там очень классные голубые цвета, голубые, синие и вот такой вот корешок я решила сделать для маленького блокнота. Ну а третий блокнот у меня будет такой коричневатый, тоже интересный и очень-очень классный. На самом деле, сейчас я вам покажу, как я создавала одну из обложек на бирюзовом блокнотике, а другие обложки вы можете найти на моей страничке ВКонтакте. Там я выложу свои клипы или, как это можно сказать, что-то типа Reels, маленькие такие небольшие видео быстрые. Их можно тоже будет посмотреть на моих страничках. Все ссылки на соцсети свои я оставлю внизу в описании к видео. Ну и теперь у нас остается декорирование обложки. Обязательно не забудьте приклеить свои обложки заранее, завязки. Дальше у меня здесь на обложке будет красоваться очень красивая, классная сеть морская. Как я вам уже и говорила, ее мы с Яной нашли на берегу моря. По-моему, именно этот кусочек мы нашли на большом или малом утрише. В общем, я не разбираюсь на самом деле названиях, потому что названия на самом деле интересные. Но у меня почему-то такое ощущение, что я еще не раз буду на море, именно на этом побережье. Поэтому у меня еще будет возможность это все запомнить. Ну и сейчас мне остается только составить композицию, все это приклеить и уже показывать вам готовые блокноты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не забудьте пришить своим блокнотом еще и закладку. На самом деле у таких блокнотов, именно как тревелбуков, закладка, можно сказать, и не нужна, но мне кажется, с закладкой это все просто выглядит очень-очень атмосферно. К тому же я решила, что я буду все пришивать в этом джанкбуке и все это будет точно все намертво держаться, поэтому все будет очень-очень добротно сделано. Еще на коричневым блокноте я вам показываю, как я сделала здесь завязку. У меня была вот такая вот дверная ручка, очень классная, металлическая, бронзового цвета. И две завязки я пришила к оборотной части блокнота, а уже именно завязывать я ее буду за одну часть вот этой дверки. Кстати, где у нас будут проходить закладки, я здесь приклеила кусочки голубого кружева, для того, чтобы потом, когда вы будете открывать блокнот, вся внутренность вот этого блокнотика, где у нас некрасивая картонка, чтобы все эти части у нас не выглядывали. Ну и теперь нам остается только за вот этих лястики, которые у нас оставались от переплета, вклеить в обложку. Сейчас самое главное все это хорошенько приклеить, прижать и позже оставьте эти все блокноты немножечко высунуть, для того, чтобы все это хорошенько скрепилось, склеилось и держалось точно намертво и навека. Смотрите продолжение в следующей части. Здесь кармашки у меня стандартные, в последнее время я полюбила делать кармашки с помощью ацетатной пленки. На данный листочек я капаю разводы алкогольных чернил. Если хотите посмотреть, что такое алкогольные чернила, напишите мне в комментариях, у меня есть подробное видео о том, что же такое алкогольные чернила. И вы сможете с легкостью повторить такие вот кармашки на своих блокнотах. Ну а я приклеиваю свои форзацы и моя морская коллекция блокнотов готова. Вот такие они классные, добротные, очень-очень уютные, очень атмосферные получились. Особенно вот этот малыш, крошечный блокнотик. Особенно мне очень нравится у него спинка, как я и говорила, это настоящая-настоящая вышивка. Очень крутой он выглядит внутри. Мне кажется, этот блокнот подойдет тем, кто любит постоянно записывать какие-то записи, делать какие-то записи, может быть, зарисовки, либо эскизы. Он классно разместится в вашей сумочке и будет очень крутым блокнотом. Внутри я не стала ничего пока оформлять. Мне кажется, если его сразу не купят, то я чуть попозже все-таки что-нибудь туда и добавлю. А вот здесь мне придется добавить во все свои кармашки интересных вставок. Кстати, когда я делала этот переплет, мне пришлось еще парочку тетрадок вставить. То есть весь переплет у меня получился прошивной. И мне показалось, это очень классная идея. Конечно, очень муторная то, что приходится каждую тетрадку пришивать. Но, собственно, я бы, наверное, так бы и пришивала каждую страничку, если бы делала блокнот вручную в копском переплете. Ну и, собственно, два больших блокнота. Вот таких джанк блокнота, таких очень добротных, красивых блокнотик у меня еще получились. Я, как вам и говорила в начале видео, не смотрите на то, что он такой худой. Позже, когда вы здесь разместите какие-то свои воспоминания, фотографии с ваших путешествий, мне кажется, он просто разрастется и станет очень-очень пухлым. Ну и, собственно, завязки, которые я для этого предусмотрела, позволят вам вклеить все ваши воспоминания, и он точно у вас завяжется. Очень классно рассматривать такие блокноты. Здесь очень много интересного. Очень много интересного можно будет найти. Давайте, наверное, их сейчас полистаем. Ну, а я вам хочу сказать, что данные блокноты будут в наличии. Вы их можете приобрести, просто написать мне комментарий к этому видео, либо написать в какой-нибудь соцсети. Также у меня есть небольшой магазинчик на ярмарке мастеров, где вы можете оформить заказ. На самом деле, очень легко мне написать в любой из соцсетей, и все ссылки, где вы можете меня сейчас найти, будут в описании к видео. Ну и все эти блокнотики, конечно же, можно будет купить. Ведь скоро лето, скоро пора отпусков. Мне кажется, даже какие-то воспоминания, просто даже свечки будут очень классно смотреться в данном альбоме. Какие-то пикники. В общем, что-то интересное точно можно будет записывать в данный дневничок, потому что страничек здесь достаточно много. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и последний зеленый дневничок, он у меня тоже получился очень крутым. Тоже здесь у меня много классных, интересных композиций, классных декорированных страничек. Я здесь делала очень крутую закладку, на конце у нее монстера и шеби-ленту я прокрутила классным шнурком. Именно такие шнурки можно сейчас найти в Стройландии. Я их давно купила, там есть три цвета. Голубой, зеленый и красный. Красный очень классно подходит для новогодних работ. Вы меня часто спрашиваете, где я покупаю такие шнурки. И именно в строительном магазине. Кстати, в строительном магазине вы еще можете найти очень интересные киперные ленты. Ну и такое интересное видео сегодня получилось. Мне хочется знать, что вам было интересно данное видео. Если оно правда было для вас интересным, обязательно напишите это в комментариях. Либо поставьте лайк, мне очень-очень интересно. Ну и конечно же подписывайтесь на меня в соцсетях, я буду вам очень-очень рада. Ну а мы увидимся с вами уже в следующем видео. С вами была Ксюша. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok